Доброе-доброе утро, друзья! Доброе солнечное утро! Конец сентября, а у нас лето продолжается. Петухи орут. Питомцы мои за мной следом ходят. Тепло, все на улице. Потому что, когда холодно, конечно же, они прячутся по своим норкам. А сейчас, конечно же, мы все на улице с утра. Теплота, красота. Тут снимает показания. Что ты там пишешь? Номер? Да. А там солнышко такое. Небо голубое сегодня. Теплота с утра. Отлично. Что ты там такое за крики? Собаки гавкают. Некоторые хвостика машут. Красавчики. Да, погодка, конечно, у нас просто прекрасная. Прекрасная. Цветы мои. Розы. Благоухают. Благоухают. Теплую погоду. А вот какие высокие. И бутоны цветут. Все цветет. Лето у нас в Одессе продолжается. Ох, какие у меня сегодня красивые, румяные, ароматные сырнички. Я себе на завтрак готовлю сырнички. Внучка моя уже дома. Мы сами. Саша уже у меня позавтракал. А я попозже только собираюсь и жарю такие ароматные ванильные сырнички. Из домашнего, конечно же, творога. Ну и, конечно, я приступаю к завтраку. И, как видите, мой завтрак на воздухе. Вот мои прекрасные аппетитные сырнички. Кофе мой уже выпит. Сначала был кофе. А сейчас будет завтрак. Да, ребята, такая погода в Одессе, такая красота, что, конечно же, на воздухе, в беседке буду завтракать. А планы на день. Есть у меня там уборка сегодня предстоит. Потому что, как вы знаете, у меня неделю была внучка. И, конечно, у меня было с ней много забот. Поэтому сегодня, конечно, займусь уборкой. Ну и потом, конечно же, буду готовить обед. А на обед у меня сегодня беляши. Поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной. Я сейчас позавтракаю. Займусь уборочкой. Ну и потом у меня, конечно же, будут беляши. И вы это увидите. Ну а сейчас я приступаю к завтраку. Приятного аппетита всем, кто за столом. И ставьте лайки. И продолжайте смотреть мои видео. А я сегодня готовлю мясной фарш для беляшей. Вот в мясо добавила побольше лука. Конечно, петрушечку. и это дело поперчить, посолить. Эх, посыпем перчиком. Конечно, посолить. И будет такой фарш. Я ему дам отстояться. Тем временем дрожжевое тесто сделаю. Ах, посмотрите, какой он такой сочненький. Вкусненький. Я добавляю немножко в фарш воды для того, чтобы он был сочнее. И вот водичкой поливаю такой слегка тепленькой. И он очень и очень сочный получается. Ну что, друзья, а сейчас поставлю тесто на опару. Мне надо взять дрожжи. Я вот, конечно, взяла вот такую мисочку. И, кстати, у меня теплое молоко. У меня здесь грамм 400. Вот такая 700-граммовая баночка. Грамм 400 теплого молочка. Пачечка дрожжей. Вот, я развожу. И, конечно же, добавляем сахара. Ну, так, немного. Я думаю, не полную ложку даже. Я, конечно, делаю это на глаз. И у меня есть такая деревянная ложечка. Я это размешиваю, чтобы дрожжи разошлись. и сейчас добавлю немного сюда муки. И эта опара должна в скором времени подойти. Это у меня сухие дрожжи, быстро растворимые. Вот такие вот. Поэтому это все делается быстро. В общем, тесто сходит быстро. Поэтому и беляшики у меня получаются быстро. Вот добавляю я муки. Я не знаю, ложки две, наверное. А потом, конечно, я буду добавлять, когда опара взойдет, даже три. Потом я буду добавлять, конечно, муки. Так, чтобы было тесто мягкое. А пока мы поставим опару. Вот так я ее размешаю в тепленьком молочке. Накрою крышечкой. сверху полотенечко. И у нас будут сходить эти дрожжи. Вот. Все. Опара у нас в тепленьком месте. Будет сходить. И вот опара подошла. и я сейчас буду добавлять муку. конечно, присолю тесто. И будем добавлять муку. Ну, вот. Вот такое тесто у меня замесилось. И сейчас буду выкладывать на стол и вымешивать. Ну, вот. Такие шарики у меня получились. И сейчас буду делать беляшики. и сейчас мы будем формировать вот таким образом. И сделаем беляши и потом будем обжаривать. Я их делаю так. Это кругленькие такие. Впереди с такой дырочкой. И все. И будем жарить. Так, беляшики сделаны. Сковородочка разогретая. И выкладываем вот так вот. вот такие беляшики у меня получились. Ну, что, беляши наши готовы. А мы желаем приятного аппетита всем, кто за столом. И мы идем кушать беляши. беляши. Продолжение следует...